Желания, или как их еще называют, стремления души, словно невидимый моторчик, заставляют жить и двигаться к целям. Но почему тогда только дважды в год, на день рождения и в новогоднюю ночь, принято их загадывать? И почему о своих желаниях советуют никому не рассказывать? Есть ли вообще надежные способы для исполнения и реализации мечты? Давайте разберемся во всех этих вопросах за чашечкой черного кофе со мной, Виктория Рейдес. Человек не существует вне ощущения своих желаний. Мы уже просыпаемся с намерением доспать еще или, например, бежать в душ. На протяжении дня мы хотим массу различных вещей, и в большинстве своем мы их получаем. Но есть у нас сокровенные, глобальные мечты, с исполнением которых и возникают чаще всего сложности. Может быть, потому что неправильно просим или загадываем? Правда ли, что Вселенная не слышит частичку «не» в формулировке желаний? И помогут ли визуализации в получении подарков с небес? Уверена, что многие из вас уже захотели узнать ответы на эти вопросы. Это ваше желание исполнится прямо сейчас, с моей помощью. На примере истории, как повелось. Лев был моим клиентом в период пандемии, поэтому встретились мы с ним онлайн. Он, как и очень-очень многие люди, хотел, чтобы я посмотрела, нет ли на нем родового проклятия. Такую возможность он допускал по той причине, что его давняя заветная мечта никак не сбывалась. Лев мечтал о собственном автомобиле. Даже не так. Он просто бредил машиной конкретной марки, комплектации и цвета. Мало того, его отец, дядя и дед каждый в свое время тоже мечтали стать автовладельцем. Но по разным причинам им это не удавалось. Незадолго до покупки вожделенной машины деда парализовало, и с мечтой о руле пришлось расстаться навсегда. Дядя очень долго не мог сдать на права. Но когда сдал и купил новенькую шестерку, в первую же ночь ее угнали. Отец накопил на старенькую иномарку, но деньги пришлось отдать на лечение своей матери. И вот пришла очередь льва. Но то одно, то другое обстоятельства не позволяли теперь ему реализовать мечту. Согласно народным приметам, вероятность исполнения желания будет велика, если вы загадали его случайно, сев между людьми с одинаковыми именами. Никакого родового проклятия на льве не было. Я, честно признаюсь, тогда впервые услышала предположение, что высшие силы могут наказать за что-то неисполнением желаний. А ровно наоборот. Вселенная как раз стремится выполнить все наши разумные просьбы и посылает нам сигналы, что чудеса уже начались. Просто мы не всегда их замечаем. Не умеем правильно отправлять свои запросы и терпеливо ждать. Мы же все так хотим, чтобы все побыстрее сложилось, получилось, что зацикливаемся на желаемом и думаем о том, чтобы еще такого сделать, чтобы желание исполнилось. А не получив результата, мы блокируем его состоянием разочарования и скепсиса. Вот так и мой клиент Лев. Во-первых, он уже себя настроил на то, что хочет недостижимого. Мол, если моему отцу, дяде и деду не удавалось приобрести машину, то это и для меня становится невозможным. Запомните, все, что вы желаете, уже существует в этом мире, а значит, доступно к получению. Как посылка или как бандероль. Вы сделали заказ и ждете его получения. Не повторяйте этот заказ бесконечное количество раз. И не дополняйте его, тормозя этим отправку. А терпеливо и с радостным предвкушением просто ожидайте того, чего вы хотите. Лев же рассказал мне, что он перепробовал все абсолютно способы реализации желаний. Какие он нашел на просторах интернета. Понятно, что он разом задувал свечи на день рождения и глотал бумажный пепел вместе с шампанским на Новый год. Помимо этого, он, естественно, изготовил карту желаний, ездил по автосалонам, сидел в автомобилях. Представлял себя владельцем. А перед сном, естественно, оттвердил аффирмации, не содержащие отрицательной частички «не». Кстати, открою вам секрет, как можно победить эту злосчастную частичку в желаниях и в бытовых запросах. Считается, что наше подсознание незнакомо с «не» и «нет». Я не соглашусь с этим. Знакомо и очень даже неплохо. Просто когда вы не даете альтернативы, подсознание концентрируется на неправильной задаче. Хороший пример этому – всем известная просьба. Не думать о белой обезьяне. И что происходит? Не буду тратить время, вы все знаете. А вот если вы добавите альтернативу «не думать о белой обезьяне», а думать о синем сапоге, уверена, что обувь без пары заинтересует ваше подсознание куда больше. Поэтому пожелание с отрицательной частичкой будет полностью удовлетворено. Давайте все же разберемся, как правильно отправлять запрос на исполнение желания. Природой предусмотрены разные этапы роста и развития живых существ. Желания тоже должны пройти определенной стадии. Первое. Убедитесь, что это действительно ваше желание. Что вам правда очень нужно то, что вы хотите. Может быть, вы думаете, например, о замужестве, потому что все ваши подружки уже примерили обручальные колечки. Или вам нужен новый телефон, чтобы казаться крутым. Тогда это не ваше желание. Разберитесь с этим. Разрешите себе иметь то, что вы хотите. Позвольте вселенной доставить вам эту радость. И договоритесь с мозгом. Выкиньте из головы сомнения, что вы недостойны иметь что-то или что это как-то невозможно. Не пытайтесь включить логику и понять пути реализации желания. Лучше объясните сознанию, как изменится ваша жизнь, когда вы получите желаемое. И возьмите его в союзники. Определитесь в деталях. Вы должны знать абсолютно точно, что именно вам нужно. Форма, цвет, размер, модель, бренд и так далее. Не абстрактно хочу переехать в новую квартиру. А в какую именно до цвета потолка в ванной формы балконной ручки. Эмоционально усильте ваше желание. Запишите на бумагу или на диктофон все собственные ощущения от обладания тем, что вы хотели. Мысленно пользуйтесь полученным. Эксплуатируйте, пока не наскучно. Максимально наполните ваше желание энергией. Отпустите ваше желание. Перестаньте о нем думать вообще. Это станет спусковым крючком для реализации. Сожгите лист или сотрите запись с описанием эмоций. Медитируйте, отвлекайте себя, когда вновь мысленно возвращаетесь к желаемому. Вы должны забыть о нем. Именно так оно будет реализовываться. Когда вы его отпустите, вероятность осуществления в поле реализации очень велика. Вынесли для себя что-то полезное? Тогда не забываем подписаться на канал и поставить мне лайк. Напомню, что Лев обратился ко мне с просьбой выяснить, почему мужчинам в их роду не удается стать автовладельцами. И поскольку речь шла о нескольких поколениях, я не могла не уделить внимания роду. И, сделав просмотр, я выяснила, что все дело было в умершей бабушке Леве. Именно она категорически не хотела, чтобы ни ее муж, ни сыновья, ни внук садились за руль. Естественным образом у Льва появился вопрос, а почему же бабушка, по сути дела, мешает им всем? Неужели из-за ее прихоти в семье происходили все эти беды? Разве духи не призваны, наоборот, помогать и защищать? Хочу сразу сказать, что не у всех умерших душ есть такая обязанность покровительствовать живущим близким. Это избранные души, которые делают это. Да, они могут помогать, подсказывать и направлять, посылая нам различные сигналы и знаки. Но есть закон кармы. И если человеку, оставшемуся жить на земле, по судьбе положено чему-то научиться через страдания, то душа ушедшего, особенно если это не входит в его обязанности, никак не сможет ему помочь этого избежать. И да, исполнение наших желаний может идти через проблемы и лишения. И ваша потеря может оказаться просто необходимой для того, чтобы освободить место для чего-то нового. На первый взгляд кажется, что я показываю вам обычную цветную фотографию. Зачем? Приглядитесь. На самом деле у меня в руках доказательство того, что мы сами решаем, каким будет мир вокруг нас. И какими мы будем сами в этом мире. Теперь уже эта фотография не кажется вам цветной? Правильно. Она черно-белая. На нее всего лишь нанесены цветные линии. Всего лишь за секунду я смогла изменить ваше восприятие этой фотографии. Еще несколько мгновений назад вы считали ее цветной. Но я показала истинный первоначальный вид. И вы теперь видите ее черно-белой. Хотя вы можете ее видеть любой. Она станет такой, какой вы захотите. Стоит только слегка изменить угол зрения. Точно таким же образом вы способны изменить ваш мир и вашу жизнь. Она станет такой, под каким углом вы будете на нее смотреть. Во что будете верить? Чего будете желать? Каким будете ощущать себя? Волшебство в вашем сознании. Уверена, что тебе нравятся мои истории? Тогда жми лайк и подписывайся на мой канал. Впереди у нас с тобой много интересного и полезного. Но отношения с бабушкой у льва и у родителей при ее жизни были очень теплые. После ее кончины они очень часто приходили на кладбище. А дома постоянно вспоминали веселые истории, связанные с ней. Для душ усопших этого более чем достаточно. Да и я не видела, чтобы пожилая женщина застряла в мире живых, и ее душа была упокоена и находилась там, где она должна была находиться. Самое простое было предположить, что бабушка таким способом просто уберегала раньше своего мужа, а теперь детей и внука от серьезных проблем на дороге. Наши предки никогда не убирались и не мыли полы в день отъезда, если кто-то из близких отправлялся в дальнюю дорогу. Но при этом они лили вслед уезжающему воду, чтобы дорога была легкой и приятной. А чтобы нечистая сила не устроила аварий, они от всех скрывали свой маршрут, отвечая на вопросы, что едут на Кудыкину гору. Лев очень хотел знать, по какой причине умершая бабушка мешает ему купить машину. Я видела, что по судьбе Леве не суждено пострадать или погибнуть в автокатастрофе, поэтому пока тоже не могла догадаться и понять, о чем она предупреждает таким образом. И тут я увидела видение. Я увидела гаражи каких-то мужиков, лежащих под машинами и ковыряющихся под капотом. Затем я увидела бабушку Левы, которая сложила руки так, как будто за что-то ее нужно простить. И я поняла, что она хотела объяснить. Тогда я задала своему клиенту очень простой вопрос. Для чего ему и его родным была нужна машина? Почему он так сильно желал приобрести автомобиль? Ответ Лева был для меня ожидаем. Думаю, для вас тоже. Все мужчины в их роду хотели, чтобы машина использовалась для семейных нужд. Поездок в магазины, за город, встретить, отвезти детей и так далее. Получается, что они всей душой хотели, чтобы их близким было проще, легче, удобнее жить. Они желали счастья своей семье. Правда, все, что они видели, это единственную возможность воплотить свою заботу через автомобиль. То есть сама машина не была их истинным желанием, а лишь способом для реализации их настоящего стремления к благополучию родных. А вот женщины в роду переживали, что супруги с появлением машины станут пропадать в гаражах, в мужицких компаниях и будут реже появляться дома. И они очень хотели, чтобы их мужья проводили время с ними дома. И вселенная таким вот способом удовлетворила их желание. Может показаться, что способ этот жесткий и несправедливый. Но разве они не получили того, чего хотели на самом деле? Мы тогда разобрались со львом, чего же он хочет на самом деле. Он понял, что машина, на которой он так циклился, не сделает ни его, ни его семью счастливее. Им просто будет удобнее и быстрее перемещаться по городу. А вот спокойствие с жены и матери, общение с отцом и детьми абсолютно точно станут составляющими семейного счастья. Лев связался со мной еще спустя какое-то время. Нет, он связался со мной не за тем, чтобы сообщить, что выиграл в лотерею машину. Это было бы слишком сказочно, хотя... Если правильно желать, верить и ждать, то почему бы и нет? Но Лёва машину не выиграл и не купил. Он устроился работать водителем. Разом реализовав и свое желание управлять автомобилем, и возможность быстро доставлять семью куда тем нужно. Да и заработки стали другими, что тоже принесло в крепкую дружную семью дополнительную радость. И коль речь у нас сегодня шла о желаниях, я хочу вам пожелать их исполнения. Научитесь слышать себя, понимать свои истинные потребности. Научитесь верить, доверять и терпеливо ждать. Не забывайте о своих близких, в каком бы из миров они ни находились. Желайте им и спокойствия, и любви, и добра. А еще я вам хочу сказать, что почти все желания исполнимы. Нужно просто знать план реализации. И уметь действовать на поле коррекции. Но об этом мы говорим на моей магической программе. Меня зовут Виктория Райдеса, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Виктория Райдеса